Опустили. Раз. Аф! Укулом. Мерок. Потрогали. Понятно, да? Кратенько о разговорной позиции. Разговариваем так. Вы должны сохранять свою дистанцию. Во-первых, это самое главное. Когда вы разговариваете с каким-то конфликтным человеком, с агрессором, вы должны держать дистанцию. Слишком близко стоять опасно. Он вас может схватить, вас может ударить. Вы можете просто не успеть. Поэтому дистанция, конечно же, ну вот. Вытянутой руки это минимум. Лучше даже чуть-чуть дальше. Keep your distance. Be in safe. Дальше. Сохраняйте свою позицию ног. У вас одна нога должна быть обязательно сзади. Для того, чтобы можно было на нее опереться. Если вас толкнут, или вам нужно делать отклон, то вы будете на эту ногу опираться. Эта же нога будет создавать для вас стартовое движение для удара. Подставили ногу назад, все в полоборота. Сойти. Отлокнулись и пробили. Потом вот эта позиция, когда вы стоите в полоборота. Смотрите, так я стою фронтально. Я как цель, как мишень. Представляю себе большую мишень, большую цель. Теперь я стою в полоборота. И я уже уменьшаюсь визуально даже. Видите, тут уже рассложнение сюда попасть в болевые точки. Встаем в полоборота. Keep your distance, keep your stance. Положение рук. Вот тут уже разные варианты. Варианты в боевой позиции, в разговорной. Когда у вас руки просто напротив груди, и вы ими жестикулируете свободно, естественно. Ладошки вперед. Вот так вот можем. Братан, братан, братское сердце, все нормально. Вот вы держите руками дистанцию. Управляете дистанцией. Можете схватить. Можете ударить. Можете прикрыться. Руки заблокировать и так далее. Вот, поэтому эти руки, они должны быть вот здесь. Можно ладошки вверх, можно ладошки вниз. Как угодно. Одна рука впереди, другая сзади. Поэкспериментируем. Как это можно отрабатывать, да, знаете. Перед подушкой, перед мешком встали. Перед макиваром. И вот, вот вы касаетесь. Спокойно общаетесь, вот разговариваете. Держите дистанцию. Держите позицию ног. И держите. Keep your hands position. Чуть-чуть-чуть-чуть. Потрогали. 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 Опять здесь. Но опущенные руки, это уже, конечно, для продвинутого уровня. Когда вы умеете защищаться. Смотрите, во-первых, придержите дистанцию. Держите ноги нормально, заряжен. И тогда вы можете позволить себе опустить руки, для того, чтобы ввести заблуждение противника, чтобы он не знал, что будет дальше происходить. Чтобы удар шел неожиданно. Снизу. 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 Но вы должны уметь хорошо защищаться с помощью туловища. Отклоном. Уклоном. Нырком. Какой-то нырочкой. То есть работа туловища. Тогда вы можете позволить себе руки отпустить. Встали на дистанцию. Опустили. Оп. Отклонились. Оп. Оп. Ап. Уклон. Ныром. Ап. Пробили. Все, наверное, так. Целую лекцию вам прочитал сегодня. Но тема сегодня очень интересная. То есть это сплав тех тем, которые популярны на моем канале. Вот этот костяк, который сбился на канале. Это тема правильно позарить. Ну как разговаривать, конфликтные разговоры с разными этими агрессорами, с гопниками, с блатарями и так далее. Кто представит нормальным людям с вопросом, кто ты есть по жизни или как пройти библиотеку. Субтитры создавал DimaTorzok